Вот такой кашей кормит наших детей сегодня. В детском саду номер 67 в Балакове родители возмутились с качеством пищи, и каша с жучками стала последней каплей. Этого не выдержали даже работники детского сада. Позволили одной из мамочек снять видео и выложить его в социальные сети. Но родители на этом не остановились. Они написали обращение в прокуратуру, в комитет образования и на имя секретаря Балаковского отделения партии «Единая Россия» Романа Ирисова. И вот после этого письма, а вовсе не после выложенного видео, ответственные лица зашевелились и даже пригласили активных родителей на дегустацию блюд, которые якобы едят дети. Мамы позвали представителей СМИ, но руководство детского сада почему-то отказалось пускать прессу в зал. Раз нас не пускают, значит, чего-то боятся. Да, значит, есть что спрятать. И допускают, требуется какой-то... Документальные подтверждения и удостоверения представителей СМИ. Документальные подтверждения, наличие удостоверения, документальные подтверждения. Вы превращаете это дело в фарс просто. Пожалуйста, представьтесь, вот вы смелые родители, да? Одна из. Одна из. Ваша фамилия, имя отчество? Патрина Елена Николаевна. Патрина Елена Николаевна. Ваш ребенок ходит в этот детский сад. Двое. Один в младшую ясенную, другой в среднем. По какой причине вот этот сыр-бор? Это не сыр-бор, вы зря говорите, на протяжении вопроса. Во-первых, вы сами не знаете, зачем вы с вами собрались. Поэтому, давайте сейчас пока на территории детского, внутри детского сада не проводить никакие опросы среди родителей. Потому что пока мы еще не показали документ на разрешение видеосъемки. О нелепости ситуации, о том, как объяснили появление жучков в каше и как нянечку обвинили в провокации, далее без комментариев. В случае работы, даже в садике, даже дома, вечером, боль с животами, отказ от еды, дети даже приходят к воспитателям. Говорим эту информацию нам у ребёнка только. Говорите про своего. Про своего. У меня их двое, у меня есть чем-то делиться. Вы потом скажете, пусть родители, вы не закрываете рот родителю, который вводит к вам двоих детей. Продолжайте, пожалуйста. Мы не хотим что-то большего или лишнего. Мы хотим питания качественно здоровой для наших детей. Мы, как родители, просто между собой общаясь и говорим. Одни говорят, да, у нас тоже ребёнок. Дома всё ест. В садике приходят воспитательницы, знаете, он сегодня от супчика отказался, второй не поел. Вы уж его домой придите, покормите, чтобы ребёнок там, извините, целый день. Покормите, покормите, да. Да, потому что они говорят, что в садике он плохо поел, мало поел. И это не только мой ребёнок, это там многие родительницы. Мы насчёт питания поднимали вопрос неоднократно. Было общее собрание в садике. Я одна из первых, которая заявляла это на собрании, что давайте поставщика менять. Вы говорили об этом открыто. Конечно, это было общее собрание. Любовь Александровна, перед нами карты технологические. Вот, смотрите, раскладки. Мы всё понимаем. Я сама бывший повар, и раскладками, и технологическими картами меня вообще не удивить. Вы разбираете. Я разбираюсь. И на вид я могу котлетку отличить, которая 20 грамм или 60 грамм. Мне не надо, как говорится, даже пробовать на вкус, на вид. Я даже кашу определю с количеством данной молока. Но, за первое, от меня это мало зависит. Это не в моей компетенции. Поэтому мы начали идти дальше. Одна из мам вашего детского сада подолажала бы о том, что в детском саду номер 6 плохая организация питания. Вот для того, чтобы мы с вами могли выяснить все стороны, плохо ли кормят, или хорошо ли плохо, или хорошо кормят, мы с вами и собрались. Я хочу услышать ваше мнение. Сегодня мы собрали представителей родительского комитета со всех групп этого детского сада. У нас организатор питания является Поляков Алексей Михайлович. Вот это видео или жучки, это просто всковырнули болячку, который в нашем садике. У нас единственная претензия – это пищеблог к воспитателям, к нянечкам. К заведующим претензий нет. Поэтому, когда мы обращались к Любови Александровне, она сказала, что пищеблог ко мне мало относится. Поэтому мы пошли и обратились в те органы, которые могут повлиять на тендер, на то, чтобы поставщика сменить или как-то его контролировать. К садику пищеблог относятся непосредственно, так как руководитель образовательного учреждения отвечает за всех детей, которые пришли в детский сад. И за качество приготовления пищи тоже отвечают. Кроме того, в учреждении создана бракеражная комиссия, которая дегустирует блюда, приготовленные на пищеблоге. Медик выдает разрешение на выдачу блюда группы детям. Это все хранится в течение трех дней. Никто никаких фальсификаций не сможет сделать, потому что пробу они берут из общего котла. То есть вы хотите сказать, что эти жучки, которые были в каше, то есть мы все в принципе подложили их туда? А вы их в одной группе получаете? Нет. У других воспитателей, у меня ребенок ходит в две группы. Уже мне воспитательница, у меня вид спрашивать обо всем у дома, только вот не о пищевом. Пожалуйста, вот аж до три сучки. Это о чем говорит, что людей здесь запугали. Сказать правду, если они раньше сказали, да, такой факт имеется. Не каждый день, не совсем так часто, чтобы уж вот прям, но факт есть. Это подтверждали нянечки и воспитатели. Сейчас они боятся открыть рта, потому что наша воспитательница, которая позволила мамочке снять вот эту кашу злосчастную, теперь ее гнобят. И это будет, как сказать, пушечное мясо для всех других, которые скажут, если вы будете открывать рот и попробуете сделать такой же, с вами будет так же. И судом грозят наши воспитательницы, которым мы не дадим в обиду, за которым мы будем биться до последних. Был допуск медика, то есть каша вся была проверена, была взята проба. Вот смотрите, пожалуйста, если даже вдруг, я предположу, вдруг обнаружили, что там кто-то есть, зачем тогда младший воспитатель раздавал это по группе? Тем более она не поставила в известность непосредственно руководителя и медицинского работника. Медицинский работник был в курсе, не надо. Была приходила Юлия Викторовна и сказала, которая, что... После того, когда прошла раздача, после того, как младший воспитатель выдал все на группу детям, дети покушали, после того, тут тоже можно поспорить. Мы эту тему сейчас с вами не будем затрагивать. Мы пригласили... Нет, подождите. Последние капли и пение. Для чего вы сотралили, что попробуют то, что приготовлено? Понятно, что сегодня будет приготовлено хорошо. Уж сегодня явно не будет жидкой каши с червяками и так далее. Смотрите, я сама лично контролирую. А показуха. Вот данный стол за вами. Поэтому вот даже я вчера была больше, чем уверена, что идеально приготовленная пища сегодня будет. Тищенко Юлия Олегович, доверение лицо, Полякова Алексея Михайловича. Мы с вами знакомы. Нет, дайте я сначала расскажу, а потом вы будете задать вопрос. Нет, нет, люди просто тут было понимание. А почему сам? А потому что я доверенное лицо, я технолог, понимаете? Вот я технолог. Вот сейчас мы много слушаем о том, какое плохое качество, о том, какой плохой контроль, значит, со стороны питающей организации, со стороны самого детского сада и так далее, и так далее. Но, к сожалению, вот больше всего в этих словах звучит, а вот мне сказали, а я слышала, а вот есть мамочки и так далее. Я сейчас к чему говорю? Я говорю сейчас о том, что я думаю, что и Любовь Александровна, и неоднократно это везде было и в СМИ, о том, что каждый родитель может в любой день прийти и попробовать, что кушает его ребенок. У меня пример, мой личный пример. У меня ребенок приходит со школы и говорит, что ели? Ой, невкусно была рыба. Я звоню заведующий, оказывается, была не рыба, а мясо было. Понимаете? То есть дети, они все равно фантазеры. Вы хотите сказать, что вы кормите хорошо, а мы просим вас сменить до другого поставщика, чтобы нас кормили плохо. Мы же пытаемся сделать это для своих детей в первую очередь. Все родители являются участниками образовательного процесса. Поэтому каждый из вас, если имеет медицинскую книжку, пройденный медосмотр, вы можете быть включены в состав бракиражной комиссии. Вместе с медиками можете ходить и дегустировать все блюда, и давать свое заключение, и ставить подпись в журнале выдачи этого блюда. У родителей, у них есть опасение, что контрольное блюдо – это как одно. А деток покормили – это другое. Поэтому они о чем говорят? Что не надо меня заводить на кухню, а из окошка можно я загляну, из какого котла мне наливаю. Вот об этом разговор. Я вот теперь хочу спросить, есть ли другие родители, у которых есть другая позиция, по мнению Питали. Мама ребенка 5,5 лет, 3,5 года мы уходим в детский сад. У меня по питанию лично претензий никаких нет. Если она у меня котлеты не ест, она у меня и не ест дома. Если она у меня борщ ест, она здесь борщ весь съедает. Это вкусовые качества ребенка. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Гома Юнова Анна, 13-й год. Ну вот вы же как раз были, когда мы приезжали все журналисты проверять, вы как раз с мужем и были, и вы давали комментарии, что все хорошо, и вы там якобы случайно оказались, просто прошли. Я вас полно не имею в права. А почему один и тот же человек каждый раз в детском саду говорит со всех родителей, что хорошо? Жуков, кроме нас, вот кроме 13-й группы, да, причем это было сделано специально, в других группах этого не было. Еще раз говорю, в других группах не было. Если бы были жуки в разных группах, кроме ваших слуг, кроме ваших слуг, мы хотим работать спокойно. На протяжении трех лет мы ходили, жаловались, не было реакции. Когда мы собрали, написали письмо, тут же все, и меню давайте поменяем, и улучшим. А уже не надо, уже не хотим. Спасибо, доверия к вам уже нет. Как я наблюдаю за ними. Мы прошли все, и просят добавки. Нужно обращаться к воспитателям. Это все была склонированная акция. Да что? Склонированная акция. Нет, нет, родители. Такие жуки не водятся в такой каше. Не водятся. Это видела наша родительница. Родительницу никто не мог допускать. Сейчас не нужно. Так, я привела вам второго воспитателя на группе номер восемь. Второй ребенок, пожалуйста, можете задать вопросы. Лос-Рухова Елена Вячеславовна. Спасибо. И спросите заодно, есть ли давление с моей стороны, как руководителя на сотрудников детского сада? Пожалуйста. Ну, в данный момент жучков я не наблюдала. В данный момент. А в тот момент не видела? Ни в какой момент. Я в данный момент не наблюдала жучков. Работая я с 1 февраля 2017 года, жуков, люди, я не находила и не видела. Вы видели? Вы как видели? Я видела, но как бы я не разглядела. Ну, прям вот действительно, прям там в ней не разглядела. То есть вы абсолютно довольны? Ваши дети? Ну, у меня ребенок не ходит. В нашей, во второй группе, мы были на вторую. В нашей неделе не блевал. Не блевал. Не блевал. Ну, сейчас расскажите. Я, получается, сейчас я расскажу. Я со второй группой детей набирала ясли. Кушали детки, ну, как бы хорошо. Не видела ничего. Перешли мы вторую неделю на восьмую группу, на вторую младшую. В данный момент мою смену не рвало детей. Это надо второго воспитателя спросить, что у нас второго рвало. Мою лично смену таких инцидентов не было. Скажите, у меня очень сложно. Ваш руководитель, непосредственно ваш руководитель, никогда не приезжает к балакону? Постоянно выезжает? Потому что я ответственное лицо. Я ответственное лицо, я представляю индивидуального предпринимателя. Понимаете? То есть все вопросы решаете лично вы без... Я представитель его. Решаю вопросы, вот, да, это вообще к другому относится. Вот вы спросили, почему он не приезжает. Потому что я его представитель, я вот... А кто он по профессии? Кто он вообще немножечко... Мы сейчас о чем вообще? О питании? Не о нем, конкретно. Мы сейчас о питании. Мы о питании. Мы о питании. Давайте подспрашиваем мнение ваших родителей, которые попробуют. Технологии, о документации, правильно, да? Вот личную какую-то информацию. Она здесь вообще... Очень интересует. Я понимаю, да. Вот личную информацию я не могу разглашать. Я недоверен разглашать эту информацию. Игорь Олегович, мы по поводу вот этих жучков. Скажите, пожалуйста, что там были за жучки, как они появились и как вы их обнаружили? Ну как, я сходила на пищевод, получила кашу геркулесовую. Пришла, она шла расклад. Но она была, конечно, жидкая. Поэтому, когда я раскладывала, они таким методом всплыли. Обнаружили дети? А потом? Да, и выслали. Да, и выслали. С ногами, с ушами. Ну, обычный год, который заводится в крупе, когда крупа долго лежит. Вы раздали их, да, все это? Мы разложили его тарелкам. Они попались в тарелки у ребенка, у девочки. Она сказала, что попались жучки. На что мы забрали сразу у них тарелки и достали их кормить. То есть вы не обратили сразу... А вы отнесли тарелки куда? Вы руководителю сообщили о том, что у вас такая проблема. Я показала воспитателю. Дальше что? В первую очередь. Потому что мы вдвоем с ней находились. Дальше что? Вы сами приняли решение, оставили все голодные. В смысле голодные? Не можно было этой кашей кормить? Нет, нет. А медработник как отреагировал? Как отреагировали? Она поковырялась там ногтями, позвала меня. Я пришла к раз второй группе. Она позвала меня и говорит, вы где, говорит, их выловили? Я говорю, в смысле где? В каше. То есть вас еще обвинили во всем этом? Да, она где вы их выловили? Я говорю, в смысле где были? Я не пойму. В каше. Там было два жучка. А почему она жидкая была, раз она вязкая? Я не знаю, вот у меня есть. Она не была густой. Каша не была густой. Каша была очень жидкая. Она прям класс. Ну вот до того, как вступила жалоба, было питание плохое. Какое такое? Ну, невкусное, плохое. Котлеты, во-первых, в котлетах очень много было хлеба. Во всех котлетах был хлеб. Вот галимый хлеб, особенно котлеты говяжьи и котлеты рыбьи. Их вообще, не знаю, невозможно было даже. Дети их вообще не едят. То есть с какой период времени это продолжалось? Да всегда. Всегда? Всегда. А представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Могилевская Елена Вячеславовна. В котлетах что вы сказали еще раз? Хлеб. Галимый хлеб. Галимый хлеб. Хлеба очень много. Но мясом там особо не пахло. Младшему воспитателю, которая не побоялась рассказать о случившемся, можно простить острые выражения. Она говорила правду, а в сфере образования это бывает чревато последствиями. И мы вместе должны проявить такое же отношение к тому, чем кормят детей в дошкольных учреждениях. Если говорят, что родители могут хоть каждый день дегустировать блюда, давайте делать это каждый день. И как правильно сказала одна из мамочек, это наши дети, и мы должны решать, кто должен их кормить. А если качество питания не устраивает детей, то должна быть возможность сменить кормильца.